В России стартовал конкурс смешных названий населенных пунктов. А в этот рейтинг попал и хутор «Кренище» из Бобровского района. Насколько в нем весело живется его жителям, узнали наши корреспонденты. Нет, название такое у этого хутора не потому, что здесь все хреново, а потому, что здесь много росло хрена. Наш хутор основан в 1922 году крестьянами села Среднего Егорица. Называется он так, потому что у нас раньше росло очень много хрена. И как бы ни старались от него избавиться, он у нас размножался, поэтому наше село получило такое интересное название «Хренище». Хутор большой, 106 домов. Население сейчас около 80 человек. Летом в два раза больше. За счет дачников и городской родни, приезжающие навестить стариков. Здесь только одна улица, которая одноименно самому населенному пункту. Здесь отец мой жил, а сюда была земля, сначала, как я поняла, пустая. Сюда вот приехали со Среднего Икорца. Наш дед, вот там Чернов, переселились сюда вот со Среднего Икорца. Это как переселенцы они. Когда-то в хуторе была своя молочная ферма, и все жители были заняты здесь. Почти каждый держал свою скотину. Сейчас во всем селе не больше, чем у пяти семей. Есть собственное подсобное хозяйство. Да и урожаев здесь больших не соберешь. Раньше здесь в городе хрена было много, сейчас как сельским хозяйством. Сейчас, да. Сейчас насчет этого туговато, огороды почти не сажаем. У нас вот на данный момент у нас песок, у нас нет урожая, поэтому... А хрен все равно растет, хрен у нас есть в огороде. И мы сами сажаем его даже. Земля у нас сами, видите, песок. Недаром у нас вот карьер образовали. У нас вот этот, вот мой родительский дом, у нас вот на том участке улицы. Так там, когда жарко, ой, вы не присо... Белье нельзя вывесить. Такой ветер дует, пыль идет, невозможный. Старшие поколения здесь, как и везде, очень скучают по молодости и былым временам. Говорят, тогда было куда веселее. Вечером выйди, ни одного человека не увидишь. Ну вот, мне кажется, удобства нужны. Для хуторян главная беда – отсутствие магазина. Ближайшая торговая точка в соседнем селе, в двух километрах отсюда. Для молодых сходить за продуктами все равно, что небольшая прогулка. Но это если погода хорошая, а для стариков даже за калитку выйти уже тяжело. Правда, говорят, приезжает сюда автолавка, но нерегулярно. Вот она сахар ждала, две недели ждала. И вот что-то не стало ездить. Она ездила в Бобров за сахаром. А почему она туда ездила? А если машин нет ни у кого, то очень плохо. Нужно обеспечивать хлебушком, молочком. Школа-детский сад там же, где и магазин, в селе Никольска. Всех местных 12 детей, туда возят специальный автобус. Школьников и детсадовцев сопровождают социальный педагог. Туда возят 12 детей. Дома культуры, медпункта тут сейчас тоже нет, а не в том же Никольском. Однако, несмотря на удаленность от так называемой цивилизации, жить, говорят, на хуторе можно. Здесь неплохо. Климат неплохой, так вот, речка. Лес там хвойный, лиственный лес, речка у нас, грибы. Элеонора перебралась сюда 11 лет назад и не жалеет. Вышла здесь замуж, растет трёх дочерей. Есть 40 соток земли и перспективы. Сделали программу для многодетных. Выделяются деньги на развитие своего хозяйства. Мы хотим взять, если нам, конечно, одобрят, ну, должны одобрить, взять мотоблок приобрести, обрабатывать свой огород. В скором времени в Хренище собираются открыть молокоперерабатывающий завод на 400 мест. Возможно, тогда число жителей здесь станет больше, предсказывают хуторяне. Услышав о конкурсе, жители активно голосуют за свою малую родину. В их надеждах выиграть приз и на эти деньги построить детскую площадку. А если не наберут голосов, тогда скинутся и купят её сами. Итоги всенародного голосования будут подведены в ноябре.